Добрый день! Мы продолжаем серию интервью лидера счастья в рамках проекта Winning the Hearts в России. И сегодня мы встречаемся с успешным предпринимателем, с человеком, который пишет письма лично своим клиентам, владельцем и генеральным директором компании «Сплат» Евгением Деминым. Евгений, здравствуйте! Здравствуйте, добрый день! Спасибо за приглашение, потому что та программа, которую вы собираетесь делать, она действительно, на мой взгляд, актуальна, она важна, пусть она необычна, может быть, для современной России, но это то, что может очень серьезно продвинуть и людей, и компании вперед. В этом смысле вам большое спасибо! Я предлагаю сегодня не говорить о вашем бизнесе в том виде, в котором вы говорили о нем неоднократно. Я посмотрела очень многие ваши интервью. И сегодня я бы хотела поговорить о вас. А много у вас друзей? Друзей немного, но, мне кажется, их и не должно быть много. Вот здесь, знаете, очень такой интересный момент по поводу дружбы, да, все по-разному относятся к этому слову. Что для вас дружить? Наверное, принимать и понимать человека таким, какой он есть, поддерживать его в той ситуации, когда ему нужна поддержка, даже если ты с этим не согласен. И быть готовым для него на многое. А вот люди, которые сейчас с вами рядом, люди, которые вы можете назвать своими друзьями, это люди из какой истории, из какой части вашей жизни? Мне приятно, что эти люди со мной очень долго. То есть, наверное, мой самый близкий друг, он со мной еще со школы. И даже сейчас мы вместе в компании. Он работает в вашей компании? Слушайте, здорово. Какой вид спорта с забиванием голов вам нравится больше? Я просто занимался баскетболом в молодости, достаточно профессионально, поэтому, наверное, все же этот. Там есть такая теория, что, допустим, футбол и баскетбол – это игры, где каждый гол имеет очень большое значение, допустим, да, там, тренинг не так, да, по-другому. И вот можно ли сказать, что вот эти стратегические голы в баскетболе к вам относятся как к человеку? Стратег ли вы? Ну, я могу сказать, что спорт вообще очень много у меня научил. Во-первых, тому, что всегда нужно бороться, бороться до конца, потому что были ситуации, когда там вот в последние реальные секунды решалась судьба матча. В жизни происходит так же. То есть важно делать, делать и делать, и в последние минуты, в последний день может прийти успех. Он научил быть в команде и уметь работать в команде, потому что что в футболе, что в баскетболе в одиночку выиграть невозможно. То есть ты должен чувствовать партнеров, а они должны чувствовать тебя. И он научил ценить возможности, потому что действительно каждый гол, каждый бросок может стать решающим. Поэтому нужно очень экономно относиться к тому, что мы делаем. Каждая попытка у нас в жизни, в спорте, в бизнесе, она, ну, в принципе, может быть такой весомой, значительной. И в этом смысле важно, чтобы к ней мы подходили абсолютно серьезно. Такой метафоричный, наверное, вывод из этого как вопрос. А какие важные голы в жизни забили вы? Я не знаю, можно ли назвать это голами, но важные определенные события для меня, то, что на сегодняшний день я обрел веру, я нашел своего близкого человека, и у меня есть семья, которую я очень люблю. И есть дело, которое можно назвать и относиться к нему как к делу своей жизни. Вот это, наверное, самые важные на сегодняшний день вещи для меня. И вы знаете, вот во многих ваших письмах, да, в целом, которые очень подробно рассказывают о вас, и там действительно можно очень многое прочитать. Спасибо вам за них, они действительно очень открытые и теплые. Вопрос ценностей. Вопрос ценностей, который очень активно мы ставим в рамках нашего проекта, потому что очень много сейчас людей и компаний, которые эти ценности озвучивают, да, но не факт, что внутри они следуют им. Можете рассказать про ваши ценности и как вы с ними живете? Ну, во-первых, действительно то, что написано в письмах, это то, что важно для меня, для близких людей, для команды и соответствует тем, наверное, принципам и тем ориентирам, по которым мы живем. С точки зрения того, как они формировались или там вот, когда они были созданы, но для меня, например, очень важно и очень приятно, что ценности, которые мы определили для себя, будучи еще маленькой совсем, там, группой людей, там, 5-6 человек в 2000 году, мы вынесли, там, что-то для себя важное, там, записали это на листе бумаги и по сей день эти ценности существуют. И самое главное, что мы по сей день им привержены, то есть это то, что нас по-настоящему волнует. Быть, там, открытыми, быть честными, стараться быть лучшим во всем. Когда ты делаешь это с точки зрения того, что есть внутри, а не с точки зрения того, чтобы было, там, интересно рынку или покупателям, а потом просто спокойно соответствуешь или стараешься этому соответствовать в течение жизни, то, наверное, обретаешь какое-то такое спокойствие от того, что, ну, вот, твой путь, он путь, чтобы просто быть тем, кто ты есть. Вы видите в людях вот то, о чем вот вы говорите, как вы считываете, что это ваш человек? Ну, в людях в команде я это вижу, вижу это с удовольствием, каждое утро, приходя в офис. То есть первое, что вот я, когда открываю дверь пропуска, ну, я сразу начинаю улыбаться, потому что я вижу людей, которые там, и кто бы это ни был, он тоже улыбается. Вы же не делаете это специально? Нет, мы не делаем это специально, и более того, это вот, но, действительно, какая-то такая черта, которая там очень много людей отмечала, и мне говорили там от журналистов, от гостей или наших партнеров, они говорят, вот ваших сплатовцев можно сразу узнать, они такие светлые и улыбаются всегда, даже охранники на фабрике. Это как из недавнего, да, очень многие руководители повесили себе на стенку листик, улыбайтесь, вы управляете людьми, да, для того, чтобы об этом помнить. Здорово, что это по-настоящему. Вы знаете, очень многие говорят, что корпоративная культура компаний, как очень популярное сейчас явление, которое практически все компании пытаются создать, да, и чем уникальнее, тем лучше, что корпоративная культура – это культура самого лидера. Но при этом существуют также примеры, когда лидер основывает несколько бизнесов, и каждый этот бизнес не похож друг на друга. Является ли корпоративная культура сплат вашей культурой? Наверное, это виднее людям со стороны, но я думаю, что это не только моя культура, это культура тех людей, кто стоял у истоков компании, и моя жена, и мои друзья, и те, кто был там и остаются сейчас партнерами. Но так по комментариям со стороны мы увидим, что да, мы вообще все похожи внутри, то есть нас легко вообще идентифицировать. А если говорить о ваших людях, о ваших сотрудниках, да, которые у вас работают, насколько они влияют или повлияли уже, да, на формирование этой культуры? Принцип, по которому мы выбираем людей, и я надеюсь, что люди выбирают компанию, он заключается в том, что мы обязательно должны дать друг другу что-то ценное. Мы должны понимать, чем мы, как компания, как команда, будем важны и цены для человека вот в этот период времени и там в течение двух-трех лет. А также, чему он сможет научить нас или что он сможет принести в компанию, что он вообще хочет. То есть в этом смысле мне очень нравится задавать вопрос на собеседовании, действительно, какая у вас мечта. Или там я обязательно спрашиваю, чему вы нас сможете научить. Или там, что вы ждете от нас. Открытый диалог, потому что когда компания небольшая, когда она плоская, когда решения принимаются не в центральном офисе, а там, где находятся люди, там на передней линии, вот тогда нужно, чтобы вы с ними очень хорошо друг друга чувствовали. То есть в этом смысле для меня крайне важно, чтобы мы все вместе договорились о том, что для нас с точки зрения ценности важно. И если мы договорились по ценностям, если мы друг другу в этом доверяем, если мы понимаем, что мы очень хорошо представляем, что можно, а что нельзя, и что там принято, а не принято вот в нашей команде, тогда можно не беспокоиться о том, какое решение примет человек. Неважно, это будет в Барнауле, там, в Калининграде, или это будет в нашей представительстве в Китае. Мы понимаем, что он точно сделает все хорошо, правильно, со здравым смыслом, ну, и настолько профессионально, насколько сможет в этот момент. Сколько у вас сейчас людей в компании? Ну, около 700 человек. И это вместе с заводами, соответственно? И, знаете, у меня такой вопрос был, как вам кажется, как руководителю, что их мотивирует каждый день работать в вашей компании? Хороший вопрос. Конечно, об этом лучше спрашивать людей. Вот. Я могу сказать, что я думаю по этому поводу. Я думаю, что для них важно, что мы как компания, как команда, стараемся находиться все на одном уровне. То есть, ну, действительно, выстраивать такие партнерские отношения. В этом смысле нам очень просто разговаривают друг с другом. Дверь ко мне в кабинет всегда открыта, и там у каждого есть мой электронный адрес, телефон, у меня нет секретаря или там приемной. То есть в этом смысле, ну, есть очень простой доступ и коммуникация. Второе – это, на мой взгляд, причастность к, ну, какому-то светлому, позитивному делу, в котором они участвуют. И чтобы вот они это чувствовали, там, каждый понедельник я собираю письма от людей, для которых мы трудимся, которые пишут мне о чем-то. В основном это, там, слова благодарности какие-то, идеи интересные, вопрос. Это непосредственно покупатели. Да. Я собираю их в общий файл, все вообще, которые есть абсолютно, вот так, как написано, так и есть, и рассылаю всем по компании. И таким образом люди действительно слышат и видят, ну, вот то, что думают о нас люди, для которых мы трудимся. Есть еще один важный момент – это то, что компания слышит людей, которые в ней работают. У нас есть несколько способов сбора идей или вообще предложения любых идей, когда человек в компании может предложить то, что он хочет реализовать с точки зрения нового продукта, нового, там, слогана, нового, не знаю, какого-то улучшения в офисе. То есть обычно это и так происходит очень активно, но если мы ее специально попросим, то можем, например, за месяц собрать там больше тысячи таких предложений от ребят, от тех, что в офисе, от 100 человек, то есть это 10 предложений на человека. Еще, я думаю, для людей важно, что мы стараемся настолько, насколько можем участвовать в таких системных социальных проектах. У компании есть принцип, что мы тратим 10% от прибыли на социальные программы ежегодно. И, соответственно, там все вместе мы обсуждаем результаты от того или иного периода, что можно сделать в этом отношении еще, как можно помочь там или в той или иной организации. И речь идет не только о деньгах, но и в том числе о волонтерской помощи, о каком-то таком менеджерском подходе. Потому что иногда фондам нужно просто помочь организоваться для того, чтобы они эффективнее закупали лекарства или работали с больницей. Вот это, мне кажется, дает такое ощущение, что мы успеваем и дело делать хорошо, и при этом еще нам помогать тем, кому эта помощь нужна. У вас на входе в офис есть два, вернее, одно сердце, да, и внутри офиса еще одно такое же. Почему сердце? Ну, потому что, наверное, то, что мы делаем, оно в первую очередь про сердце, про то, что там, про то, что идет оттуда, и про то, что важно. И в этом смысле еще раз повторюсь о том, что 13 лет назад, что сейчас, важно качество того, что мы делаем, и важно само отношение к этому. То есть если мы делаем какую-то позитивную вещь, которая хотя бы одному человеку в день сделает лучше, или поможет ему стать лучше, или поможет ему как-то исправить свое здоровье, или просто улыбнуться, ну, значит, мы день провели с пользой. Вы неоднократно говорите слово «команда», да, люди, которые находятся рядом с вами. И у меня такой вопрос. Что вы вкладываете в слово «команда», вот, непосредственно, ключевой, наверное, смысл? Как вы это видите? Ну, в первую очередь, это люди, которые очень близки друг к другу по ценностям. Они очень близки друг к другу по подходу, по картине мира, и они легко понимают друг друга. То есть когда мы говорим «команда», это означает, что мы не тратим время на то, чтобы, там, еще раз определить, что такое плохо, что такое хорошо, что мы это понимаем очень близко к себе. Это экономит массу времени и очень сильно облегчает жизнь. Когда ты знаешь, что рядом с тобой человек с такими же ценностями по жизни, то тогда вам не нужно тратить время на то, чтобы обсудить, там, этично что-то делать или неэтично. Тогда вы просто берете и делаете, и получается результат. Одним из ключевых смыслов нашего проекта «Winning the Hearts» является идея, то, что счастливые сердца делают бизнес успешнее. И очень много, многие люди, с которыми мы встречаемся, встречаемся мы с лидерами бизнесов, относятся к этому как к какому-то инфантильному, аморфному понятию, и непонятно, что такое счастливые сердца делают бизнес успешнее, как бы вы могли увидеть связь этих двух понятий – счастливые сердца и успешный бизнес? На мой взгляд, это работает фантастически, эффективно, но при одном условии – если это идет вот от сердца, идет изнутри. То есть не пытаться сначала выстроить компанию, как там машину такую по зарабатыванию денег, а потом сверху ее посыпать там сахарной пудрой и сказать, а теперь мы будем любить людей. Скорее всего, такая история работать не будет. Не знаю, можно ли гигантские компании выстраивать по такому принципу, хочется верить, что можно, но совершенно точно, что там в России достаточно даже крупные компании, крупные организации, они могут быть такими. Вопрос в том, есть ли такое желание, есть ли такая цель у людей, ну, кто стоит во главе, кто принимает решение. И вы сейчас затронули буквально очень такую болезненную тему, да, важность лидера вообще в вопросе счастья сотрудников, важность лидера в том, как он на это влияет и, возможно, даже создает. Ну, конечно, роль лидера важна, но еще более важно, наверное, то, что движет лидером, то есть какие у него у самого цели, в чем состоит смысл его деятельности, в чем его проект вообще. Да, то, о чем мы сейчас говорили. И у меня вопрос к вам, счастливы ли вы? Я на этот вопрос могу ответить абсолютно уверенно, да. Я думаю, пояснение тут ни к чему. Как вам кажется, счастливы ли люди, которые работают у нас? Ну, конечно, опять же, я отвечу, что лучше спрашивать о них, потому что я вижу и слышу в офисе, в подразделениях, думаю, что уровень счастья достаточно высокий, что у людей есть возможность в том месте, где они работают, где они реализуют себя как профессионал, у них есть возможность там же и жить еще такой жизнью человек. Это, наверное, ценно, это важно, когда мы помним о том, что вообще-то мы здесь проводим времени больше, чем дома. И важно не только выполнить квартальный план два раза подряд, а важно вообще-то к вечеру хотя бы одно маленькое доброе дело сделать. Я так, кстати, почти всегда пишу в письмах, что давайте еще до вечера постараемся один подвиг и одно доброе дело, и все будет хорошо. Слушайте, да, я читала об этом. Удается сейчас каждый день прям по делу? Ну, каждый, конечно, нет, но мы друг другу напоминаем об этом и так вот как-то и поддерживаем этот уровень. Какое-то, наверное, самое запоминающееся из последнего доброго дела, которое сделали вы. Да, абсолютно любое. То есть иногда бывает так, что кто-то из наших партнеров или из наших знакомых, поставщиков, покупателей компаний, например, у них есть какие-то свои жизненные ситуации. Не знаю, собаку нужно приютить или действительно кому-то там помочь, из родственников, или просто подсказать. То есть в этом смысле мы как сеть активно очень включаемся, делаем моментальную рассылку, и собаки находят хозяина, помогают найти врача нужного. То есть это происходит каждый день. Скажите, а вот у вас такая достаточно действительно ценностная компания вот с точки зрения помогать, изменять мир. Как вы можете влиять на изменение мира? Как вы можете это распространять? И можете ли? Наверное, тем, как мы относимся к людям, которые внутри, как мы относимся к людям, для которых мы трудимся. Это такой интересный вопрос. С одной стороны, у нас работает там 700 человек в команде, а с другой стороны, я могу сказать, что их, например, 5,5 миллионов, столько, сколько клиентов, потому что мы в контакте находимся с ними, слушаем, мы слышим, мы стараемся подходить с той точки зрения, что нам все же важен не только продукт, но еще какой-то смысл и контент, и такой вот позитивный настрой, который мы можем вместе с ним передать. Поэтому получается, что 700 человек внутри и 5,5 миллионов снаружи – вот наша команда. Слушайте, здорово. Но вы знаете, у нас так же, как мы, разрабатывая программы нашего проекта, очень много рассматриваем кейсов различных компаний, и слышим такие возражения, как, ну, у вас же небольшая компания, и там вы можете делать все, что хотите. А вот у нас там 20 тысяч, а еще и если больше, то вообще, да, корпорация, которая управляется действительно сложным, огромным механизмом. И изменение, изменение вот всех этих элементов корпоративной культуры, достучаться до сердец вообще людей внутри этой системы, многим кажется нереальным. Как вы думаете, возможно ли изменять систему такую глобальную? Во-первых, смотрите, при том, что мы стараемся к каждому человеку подходить вот как к личности, у нас очень четко все организовано при этом. Вот все структурировано, описано, и с точки зрения эффективности, я думаю, что мы одна из самых эффективных команд не только в России, но вообще на рынке FMCG. Но при этом, действительно, это не самый гигантский размер, и корпорация в этом смысле сложнее. Я думаю, что там может сработать следующая история, когда там генеральный менеджер или SEO, или там директор действительно хочет быть уверенным в том, что люди, которые в команде и вообще в компании работают не просто там зарабатывают деньги, а они при этом живут такой яркой жизнью, они счастливы. Его задача, ну, как минимум, найти своих сторонников среди ближайших руководителей, там опуститься на уровень ниже и дать им возможность донести это до своих людей, до своих команд, те найдут там следующих преемников. То есть на каждом уровне должны образовываться такие лидеры, которым это важно. И тогда вот эти лидеры взаимодействуют там со своими, там, ключевыми людьми, со своим ближним кругом, будут транслировать этот сигнал, и он будет усиливаться, возможно, и дойдет до всех 20 тысяч. Женя, вы успешный предприниматель, у вас успешный бизнес, вы все еще продолжаете учиться. Насколько нам известно, сегодня вы, собственно, присутствуете на одном из модулей программы «Вскволка». Чему вы еще продолжаете учиться? Чего вы еще не знаете? Ну, это же, это такой процесс, он как жизнь, он постоянен. Как только мы остановимся, мы, ну, мы умрем. В этом смысле я за то, чтобы постоянно-постоянно задавать себе вопросы, что мы можем сделать лучше, как мы можем быть, там, полезнее для наших людей, что мы можем дать интересного команде. Потом процесс учебы — это всегда процесс попытки посмотреть на себя со стороны, посмотреть, что ты мог бы сделать, а не сделал, в чем твои, там, возможности, где, там, дополнительные ресурсы, и постараться сделать их, тем более, что мы здесь с командой, поэтому то, что мы, ну, создаем, или узнаем здесь, мы потом стараемся реализовать в компании. А можете в двух словах вообще, о чем программа? Программа очень интересная, она необычна тем, что в ней работают со всеми фокусами те, которые есть у любого менеджера, там, будь это генеральный директор или директор направлений. То есть это, естественно, и вопросы бизнеса, и бизнес-организации. Но что еще более важно, что крайне редко бывает в образовательных программах, это вопросы такие социальные и личностные, потому что мы понимаем, что от того, какая модель поведенческая есть у руководителя, от этого очень сильно зависит его подразделение. В этом смысле здесь на программе мы учимся не только быть менеджерами или быть, там, профессионалами или быть директорами, мы учимся быть лидерами для своих команд, мы учимся быть такими тренерами, наставниками для них, мы учимся самим эффективнее, там, учиться друг у друга, восстанавливаться. То есть это очень серьезный инструмент для тех, кто действительно строит такую партнерскую модель взаимоотношений, кто не просто спускает вниз приказы, а кто хочет быть в одном поле со своей командой, кто хочет быть для них таким авторитетным, мудрым, играющим тренером или наставником. Нам очень нравится. Вы заговорили про наставничество, и у меня, знаете, есть такое упражнение, в коучинге, на самом деле, его часто применяют, про группу поддержки. Кого бы вы позвали в свою группу поддержки из когда-либо живущих людей на Земле, совершенно неважно, какая времена, эпоха. Три человека, у которых вы хотели бы спросить совет? Ну, это точно была бы моя жена. Это, я думаю, что это был бы мой близкий друг. Я думаю, что, ну, наверное, это был бы кто-то из мудрых людей, у кого стоит это сделать. Ну, к примеру. Ну, к примеру, не знаю. Ганди. Ганди, спасибо. И, наверное, в завершении я бы хотела спросить вот о чем. В письме номер 79... У вас все записано. Я изучила, да. Вы пишите о том, что нужно только перестать искать счастье где-то за горизонтом, а почувствовать себя созидателем. Можете дать короткий рецепт нашим зрителям о том, как созидать вот это ежедневное счастье? Ну, наверное, очень важно понимать, что каждый день он вот такой один особенный, он точно не повторится. Такого дня, как сегодня, его больше не будет. Однозначно. Поэтому важно вот именно сегодня, как мы говорили, взять и сделать что-то, то, что ты хотел сделать давно. Позвонить маме или родителям, поговорить со своими друзьями, извиниться перед тем, перед кем ты хотел извиниться, или просто сделать какую-то маленькую полезную вещь для общества, для страны. Завтра будет новый день, и завтра будут новые возможности для этого. То есть жить не ожиданием будущего, а вот делать это будущее, пусть по маленькому кусочку, вот сегодня, каждый день. То есть это такое очень сильное, может быть, преимущество, вот из маленьких-маленьких-маленьких улучшений складывать потихонечку такое большое-большое-большое счастье. Евгений, спасибо вам большое. И я очень долго осмысляла, что же пожелать вам в конце нашей встречи. Потому что у вас все есть, и вы действительно можете созидать все сами каждый день. И успехов желать вам точно, на мой взгляд, бессмысленно. Я бы хотела вам пожелать, вернее, наверное, даже нам пожелать, чтобы вы просто оставались, продолжали, делали то, что вы делаете, очень прекрасно. Таких, к сожалению, в нашей стране пока мало. Мало компаний, людей, которые настолько верят, настолько действительно ценностно относятся к тому, что они делают. И самое главное, действительно сопровождают и создают вокруг себя вот такую атмосферу, которая заряжает других. Спасибо вам за тот заряд, который вы несете. И я надеюсь, мы увидим вас на нашем проекте. Хотел поблагодарить вас за встречу, на самом деле. Интересно всегда поговорить о том, о чем, может быть, нечасто, но очень важно вспоминать. И правда очень рад, что этот проект состоится. Я хочу пожелать, чтобы вы своей работой, своим проектом показали, что можно быть счастливыми, можно быть при этом успешными, можно быть очень эффективными и при этом думать о главном, думать о людях. Покажите это на примерах, покажите на ситуациях жизни и покажите, что это можно делать в России. Те там компании, те люди, которые у вас будут, мне кажется, они смогут рассказать и показать это. И я уверен, что таких компаний станет больше. Спасибо. Спасибо большое. Мы в рамках подготовки проекта очень сложно находим действительно такие российские кейсы российских лидеров, поэтому просто продолжайте. Спасибо. Спасибо большое. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok